привет друзья добро пожаловать на канал хочу в америку сегодня у нас а рубрикой интересные места совсем небольшой выпуск сегодня мы будем разговаривать и осмотреть и показывать вам один национальный парк который находится недалеко от атланты это буквально пригород атланты штат джорджия и так давайте вместе посмотрим что же это за такой парк и что в нем интересного да да друзья сегодня мы будем говорить про необычные достопримечательности сша в данном случае разговор пойдет про stone mountain парк который находится недалеко от атланты штат джорджия история stone mountain берет начало задолго до прихода европейских колонизаторов для них будущая достопримечательность она находится как я уже говорил рядом с городом атланта открылась в 1567 году в это время тут обитали коренные жители америки племена крики и чироки с начала 19 века земли стали носить название rock mountain уже тогда гора привлекала местных для прогулок и отдыха почувствовав туристический потенциал горы stone mountain здесь разворачивается предприниматель iron cloud уже в 1838 году на вершине появляется смотровая башня позже небольшой ресторан и магазин параллельно здесь начиналась активная добыча гранита интересный факт что сама гора stone mountain находилась в частной собственности предприимчивые братья вейнебл купили гору и право добычи гранита за 45 тысяч долларов штат джорджия выкупил эти места лишь спустя 70 лет в 1950 году парк является любимым местом отдыха семейный пар находится недалеко от атланты и забил их всякими интересными тропами озерами и вот такие вот старинные мельницы водяные водные не знаю как правильно извините где нужно сделать красивые фотографии просто посидеть послушать шум воды и это достаточно завораживает убежать от городской суеты что дамы очень часто я часто возвращаюсь никогда семьи может быть пора прикупить доме деревне говорят тишине и покой наверное я может быть подразумевал вот такой дом и деревне немножко про цены въезд парк стоит 20 долларов билет на весь день это заграничено по времени соответственно можете провести здесь столько сколько посчитаете нужным но в течение одного дня парк работает с рассвета это буквально 7 из 8 утра и до пяти вечера можно объезжать и выехать уже как будет все удобно но я думаю что здесь есть рейнджеры которые будут немножко гонять вас и подъезжать спрашивать почему вы не выехали то есть ну как бы а такого регламента по выезду особо не какая что же представляет из себя гора стол маунтин гора была образована здесь по гипотезе ученых где-то примерно 350 миллионов лет назад в геологическом плане представляет собой плутон результат магматического извержения из недр земли магма затвердела и образовалась гора стоун маунтин богатая на полезные ископаемые минералы кварц мусковит и даже турмалин конечно наибольший интерес а здесь вызывал гранит помимо горы на территории парка и шикарный лес берег реки и небольшое озерцо здесь любят проводить время местные жители и конечно же большое количество туристов которых привлекает прежде всего сама гора но для того чтобы скоротать здесь денек-другой здесь есть место для кемпинга здесь есть шикарная на территории для барбекю со столами и сам оборудованными мангалами прям которые не нужно даже везти с собой все есть здесь на месте шикарный хвойный лес частично смешанный это чистый воздух это это прекрасная атмосфера и конечно же сама гора стоун маунтин подниматься на гору примерно где-то 10 минут с горы открывается потрясающий вид как на атланту я не уверен что вы увидите за моей спиной вот сейчас очертания на небоскребов но они там есть они видны невооруженным глазом на камеру наверно скорее всего нет а здесь шикарная обзорная площадка а поверхность скалы скалы горы очень плоская по ней можно гулять состоит из гранита это реальный гранит и больше похоже на пейзаж такой какой-то космическо лунный что ли а воздух чудесный погода сегодня хорошая очень комфортные условия пока едешь в фуникулёре на фуникулёре вот на этом вагоне не не вагонет кого-то вагончик подвесной а тебе рассказывают по-английски о истории сан создание этого всего памятника и не памятника природного памятника и соответственно дают тебе информацию об жизни об инженерных каких-то моментах и строительство плюс открывайте чудесный вид на самый барельеф вот эту высеченную картину на горе который глядя самый большой в соединенных штатах америки ну и народ конечно же вот и пожалуйста лежит коем котиком и кончает солнечные ванны и в общем как бы удовольствие от жизни гулять здесь можно сколько хочешь каждый день 10 минут два вагончика сменяют друг другу желтый синий красный и соответственно вы можете спуститься в любой момент стоимость билета 20 долларов плюс налог у нас два билета обошлось 43 доллара там 35 центов что-то такое что еще сказать а можно взять билет в одну сторону то есть сюда подняться а потом спуститься здесь проложена специальная тропа по которой гуляют туристы то есть такой хайкинг в лучшем своем виде поэтому очень рекомендую если здесь будет потрясающий вид шикарный воздух есть магазин сувенирный есть не место где можно перекусить и конечно же вот за моей спиной таким оборудованные обзорные площадки да и вообще вот это вот вся история которая меня окружает сейчас одна большая обзорная площадка на который стоит потратить час своего времени а ну где-то примерно 40 минут дорога от атланты занимает туда 40 минут обратно может быть здесь какое-то время побыть вообще вы делите целый день потому что здесь шикарный зон для барбекю здесь есть а деревенька которая в таком южном колониальном стиле плантаторском я бы даже сказал и соответственно вот когда обзорная площадка над головой кружат огромное количество птиц огромных орлы соколы ястреба не знаю что это вообще во всяком случае заманчиво так что друзья очень советую что нам очень хороший парк в плане посещения очень интересное место плюс чуть попозже расскажу историю создания великолепия каменная гора является одной из самых посещаемых туристических достопримечательностей штата джорджия но это на это есть веская причина здесь находится самая большая барельефная скульптура в мире ну и 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 Гуры впечатляют 23 на 48 метров. Работы по строительству монумента шли тяжело. Начали в 1916 году и планировали закончить за 12 лет. Но отсутствие финансирования и технические сложности внесли свою лепту. А впоследствии обостренный конфликт между заказчиком штатом Джорджия, исполнителем, архитектором Борглумом привели к остановке работы вовсе. Все свои наработки Борглум уничтожил, а часть выполненного лица генерала Ли была взорвана. За обновленный проект взялся скульптор Август Лукеман. Но уже в 1928 году работы снова были остановлены из-за того, что началась Первая мировая война. В 1941 году была попытка предпринята снова взяться за мемориал. Но было начало Второй мировой войны, в которую США также были втянуты. Лишь в 1958 году, когда появилась надежда на завершение работ, нашлись деньги и новый мастер. Резьба барельефа была завершена 3 марта 1972 года. Сам парк Стоун Маунтин официально открылся 14 апреля 1965 года. Сегодня любой желающий может посетить парк. Въезд на территорию платный. Стоимость машины за один день составляет 20 долларов США. Можно приобрести годовой абонемент за 80 долларов. И это отличный вариант для местных жителей. Парк начинает работать с 5 утра и до полуночи. Подъем на фуникулер стоит 20 долларов раунд-трип. Билет в обе стороны. Можно купить за 15 в одну сторону и пешочком спуститься вниз. Подниматься в гору вверх я не советую. Или советую только тем, кто действительно привык к физическим нагрузкам и любит настоящий хайкинг. Билеты, кстати, можно купить онлайн, чтобы не стоять в очереди. Американцы очень любят патриотичную часть. И в отличие от русских, она немножко в другом заключается. Я не буду говорить сейчас примерами, но, допустим, они всегда украшают дом флагом, какими-то атрибутиками. Вот, допустим, за моей спиной в преддверии Лавр Дэй. Он будет 5 сентября. Вот, пожалуйста, такое украшение. И, конечно же, на территории огромный флаг, который, наверное, вот сейчас все равно вы не сможете увидеть. Ну, и, конечно же, самая крутая штука, которая здесь есть, это вид на гору. То есть, это тот самый, ну, барельеф, который у нас есть здесь, вот в этом парке. Вот он за моей спиной, наездники, всадники. А самый большой в Америке, еще раз повторюсь. Поэтому приезжайте, наслаждайтесь и получайте удовольствие от этих прекрасных видов. И, конечно же, подъем на гору очень рекомендуем. В парке Stone Mountain в летние вечера проходит лазерное шоу, на котором показывают историю штата Джорджия. И, конечно же, процесс резьбы самого монумента. Сегодня, как и много лет назад, на вершине Негоры установлен небольшой ресторан и сувенирная лавка. Созданы трейлы и различные активности. И даже некоторые из сцен на открытом воздухе для сериала Netflix «Очень странные дела» были сняты в парке Stone Mountain. Сегодня сюда ежегодно приезжает огромное количество туристов. И все стараются посетить эту поистине настоящую необычную достопримечательность Америки. Ну, еще парочку интересных фактов про сам барельеф. Размеры композиции настолько огромные, что рабочие прятались под ухом лошади, когда шел дождь. А это, скажу вам откровенно, больше горы Рашмар, то есть тех самых четырех президентов. Максимальная глубина изображения более трех метров. В сериале «Жизнь после людей», частично заброшенный, заросший зеленью монумент, будет одним из самых долгоживущих произведений искусства, созданных человеком, который переживет и пирамиды, и все наши города. Что ж, друзья, на этом выпуск, сегодняшний выпуск подошел к концу. Все, что удалось мне узнать, разведать и увидеть в парке Stone Mountain, где вы сегодня увидели выпуски. Надеюсь, что вам понравилось, и вы поставите лайк. Если возникли какие-то вопросы, скорее бегите в комментарии, пишите, задавайте вопросы, обязательно отвечу. Чего не знаю, то выясню и вам расскажу. А мы с вами встретимся в следующем выпуске, который обещает быть интересным. Выпуск посвящен прекрасному городу Саванна, тоже в штате Джорджии. Что ж, друзья, всем спасибо и до встречи в следующем выпуске. Вы были на канале «Хочу в Америку». Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok